Жители Владивостока с некоторой опаской ждут начала ремонта Некрасовского путепровода. Пробки и так сковывающие движения в час пик станут многочасовыми. Однако администрация города и сам глава Владивостока Олег Гуменюк успокаивают горожан, отмечая, что у людей будет возможность объехать область дорожных работ. Специальный альтернативный проезд пройдет от Кунгасного до Моргородка. Сейчас на участке от переезда через Моргородок ведется восстановительный ремонт дорожного полотна. Также работники косят траву и спиливают деревья, которые мешают обзору водителей. Впереди установка знаков, монтаж камер видеонаблюдения и освещение на ЖД-переезде в районе нефтебазы. Уже переезд готов у нас. Остались последние моменты договоренности. Те, которые мы решали с нашими взаимодействительными структурами, это железнодорожники очень помогли хорошо. И перерабатывающая компания нефтяная. Ну, это говорит о том, что когда есть слаженная работа и все заинтересованы, то всегда можно сделать все то, что мы сделали. Глава также отметил, что несмотря на прошедшие дожди, дорога в удовлетворительном состоянии. Но перед ее открытием дорожники дополнительно пройдут по маршруту и подсыпят асфальтовой крошкой неровности. Делали там дорогу, дальше асфальтируем, сегодня закончим. Все, что обещали людям, сделали. Сделали, сделали проход под мостом. Как отметил глава города, ремонт дорожного покрытия на Некрасовском путепроводе не подразумевает полного закрытия. Будут вводиться лишь временные ограничения на определенных участках. Проехать можно будет по нескольким маршрутам. Через сам путепровод, по дороге от Нефтеветки до Кунгасного и через улицу Снеговую. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся. Сам же ремонт на Некрасовской начнется ориентировочно в начале июля. Максим Яковлев, Новости на восьмом.